Всем привет, притутуб. Солнечная Италия на проводе. Вчера как раз читала комментарии, написали покажите нам итальянский базар. Ну вы наверное просто или новенькая, или смотрите видео так перебежками, потому что я очень часто снимаю базарчик, можно даже сказать снимала. Вот, но сейчас пошлите. Начнем наверно вот этого ряда. Как раз паркет. Ну я имею ввиду паркет же, там где паркуются машины. И там чуть дальше начнется базарчик. Базар у нас работает в нашем городе два раза в неделю. Это среда и суббота. Там с 8 до часу дня. Если вы придете в час дня, то вы уже очень мало найдете машин, которые стоят, потому что все уже к часу разъезжаются. Посмотрите, что творит. Глянь. Глянь. Машина оттуда, он отсюда. Ты посмотри, не уступит. Это вообще, что в Италии творят. Что в Италии творят за рулем, это просто жесть. Я вам не могу передать то, что творят в Италии. Как они ездят. А вы мне говорите за права. На глючи такие все водители. Я ем конфетку с витамином С. С витамином Чи. Ой, так, девчули. Конечно, у меня камера огромная. Неудобно так снимать, потому что, ну, не надо сумку какую-то наперед повесить. Вообще, мне нужно посмотреть одеяло. Я хочу присоединиться к одеялам. Полутора. Полуторка. Хочу посмотреть, сколько они стоят здесь на базаре. Скоро начнутся базарчики. Вот перед Новым годом они работают целый день. Вот. И очень сейчас, конечно, в тренде красная, потому что у них красный цвет, это цвет Рождества. Норочки повесили. Висят. Вот. Вчера видео, когда выпустила, говорили некоторые, зачем вы покупаете всего, типа, ну, типа, ненужного тряпья. Ну, почему? Как это ненужное? Во-первых, девочки у меня три. Каждой хочется. Каждой хочет помодничать. Свеженькое, чистенькое домашнее белье тоже в тренде. Так а что теперь? Выходить на улицу накрашенной, помытой, а в доме ходить в старых штанах засаленных. Ну, не считай, нет. Ну, в общем, продают все, что хотите. Здесь, кстати, есть очень хорошие банки. Ну, вот эти вот, как называть их. Сейчас мы просто подойдем там, где меня интересует. Есть, в принципе, очень хорошие, даже магазинные. С магазина приезжают и продают. Вот видите, здесь коврики для кухни. Кстати, я, оказывается, не купила себе ковер, потому что мне пришла смс на почту, что они аннулировали мой заказ после того, когда я выслала им смс, что смотри, какое сердечко красивое, халатик. Ну, неужели неприятно дома в таком ходить? Когда я выслала им письмо, что, типа, я ошиблась в размере, что мне надо больше. Говорю, как быть? Ну, они мне написали, мы аннулировали вас заказ, типа, перейдите на сайт, выберите, что вам надо. Но я больше не заходила на сайт. Мне надо еще носки посмотреть. Носки сейчас я посмотрю. Начала сейчас пробегусь, потому что я здесь быстро иду, потому что это не один из любимых моих рядов. Ходила уги, искала вчера. Не искала, а смотрела все это славе. Такие все страшные. Ну, видите, какие халатики. Сделай все, вы симпатичны. Готовы к приему гидравлика. Прохладненько сегодня на улице. Прошу заметить, когда я вот так вот просто иду с видеокамерой, просто присмотрите, в чем ходят люди. Потому что вы мне потом многое там что-то пишете. А вы просто присмотрите, в чем люди на улице ходят и насколько люди не заморачиваются вообще просто. Смотрите, какие красивые пижамы. Стоили 44,90. А сейчас со сконтом. Это ж вообще просто. Ну, неужели неприятно ребенка в такую пижаму одеть? Или вот это вот, смотрите. Вообще просто красота. Со штанишками. 28 евро вот это вот стоит. Он рассказывает женщине, что это итальянское производство. Вот, я спросила, там нашла одеяло по 25 евро. Полуторки, но они не, ну, трапунта. Но они не очень, мне кажется, теплые. Не знаю, сейчас похожу, подумаю, если что, я, наверное, все равно возьму. На них нет, то есть на вот эти вот одеяла, которые с рисунком, на них не нужно пододеяльник, потому что итальянцы просто не ложат. Как-нибудь покажу, может, помню, если кто не знает. Просто простынку выложите, да, сверху и все. Ну, у меня малые так кровать разделывают, что-нибудь. Без чехла, конечно, жесть. Ну, здесь вот это какое-то рождественское. Блин, мне еще, Саша, надо кроссовки купить. Вот уги, они все страшные какие-то, эти уги. Такие, чтобы, знаете, вот зацепили, нет. Здесь всякая бижутерия. Там носочки. На Лазаре можно найти очень много хороших вещей. Не знаю, там, почему некоторым не нравится магазин Толивей. Написали, что это какая-то китайка. Почему здесь китайка? Вообще хорошие, качественные вещи. Мне нравится. На девочек. А что им надо покупать? Маскину? Я просто так еще, знаете, иду, не останавливаюсь, потому что у меня огромная камера. Мне хочется смущать людей с этой видеокамерой. Блин, жалко, что я не купила ковер. Ну, ладно. Вот здесь, кстати, смотрите, по 10 евро. Вот они. Пижамки. Да, это пижамки. Видите, штанишки. Я сейчас возьму по 10 евро и возьму. Кстати, фирма называется, вот есть, Bachi Abrachi. Я раньше любила эту фирму и покупала очень много вещей. Эта фирма. Такая вот пижамка, смотрите. Все знают, Bachi Abrachi, не дадут соврать, что это очень классный. Ну, цвет мне очень классный. Ну, буду выбирать сейчас. Не знаю, что это после. Вот написано, это магазинный товар написан. Здесь другие пижамки. Я просто люблю яркие цвета. Ну, посмотрите. Это типа сердечко. Короче, надо брать. Коробочка на подарок, смотрите. Если вот сейчас одна женщина. Видите, вот коробочка. Примадонна. И пижамка. Вот брючки, видите? Глассины. Топленькие, кстати. Вот это у меня. Слава спрашивала теплые штаны. У нас найти именно теплое с начосом? Нет. Но я сейчас пройдусь по базару и вернусь, потому что они мне понравились. Я сначала пробегусь. Просто сначала сейчас пробегусь. А потом приду и возьму то, что я присмотрела себе. У меня, наверное, герпус на губе вскакивает. У нас еще будет много людей. Вот это время сейчас набегут. Ну, будут скоро у нас новогодние базарчики. Они целый день работают. И тут можно спокойно, никуда не спешить. Можно пройтись. Вот смотрите, по 5 евро, видите, вот такие вот стоки. Это, наверное, уже как секунд. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...